Вы реально думаете, что для того, чтобы выглядеть красиво, нужно нанести тонального средства пол-литра на лицо? Если вы посмотрите в ютубе, то рекомендация такая. Берется тональный крем, прям вот так вот выливается на лицо, а потом и растушевывается. Один слой, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и все это припудривается. Зачем? Потому что в этом есть некий элемент шоу. Это уже не то, чтобы так надо. Это надо в большей степени для того, чтобы сфотографироваться или продемонстрировать возможности косметики. Но краситься так не надо, а как надо. Давайте сейчас будем более осознанны и будем понимать, что мы хотим все-таки выглядеть красиво, но не так, чтобы пугать своей красотой. Это же понятно? Соответственно, нам нужно научиться, что делать? Наносить тональные средства так искусно, чтобы это не было видно. А для этого нужно определенную технику и есть определенные правила. Я, когда работаю с клиентами, или когда я делаю макияж для себя любимой, то в основном я тональные средства наношу только на центральную часть лица. Да, я не наношу ни на уши, ни на шею. Если есть такая надобность и есть какие-то особенности, вы хотите, чтобы здесь тоже было ровно, вообще нет проблем. Но если у вас здесь все в порядке и уши у вас такого же цвета, как и лицо, то тогда перебарщивать с нанесением тональных средств вообще нет необходимости. Ну зачем? Объясните мне, зачем тонировать уши? Что там с ними не так? Чтобы не было разницы с кожей, Вот так тогда нужно подобрать, наверное, правильный тональный крем так, чтобы он настолько растаял на лице, чтобы не было этой разницы с ушами. Поэтому основная задача – это выровнять центральную часть лица. Поэтому если мы нанесем тональный крем только на эту зону, то вы увидите, что уже все замечательно и красиво. И нет необходимости наносить на половину тела. Как это делается, чтобы это занимало меньше одной минуты? Я выдавливаю тональный крем на ладошку, количество с горошинку, потом вот так вот распределяю по рукам, и вот такими движениями раз-раз-раз, и у меня уже пол лица в тональном средстве. И это занимает меньше минуты, потом приходится просто помыть руки, и все. Дальше корректор, пудра, и я готова. То есть я люблю по минимуму. Если так же кто-то любит так, как и я, то попробуйте, вы увидите потрясающий результат, свеженькое лицо. И самое главное, что тональный крем, когда наносится именно вот такими движениями аппликативными, он создает более плотное покрытие, нежели вы его будете втирать. Тогда вы такого эффекта не увидите. И если надо будет сделать его чуть плотнее, то можно на второй раз точно так же, опять же, выдавили раз, и продублировали и только центральную часть. Потому что по цвету она самая капризная. Соответственно, когда вы делаете ее абсолютно ровной, получается уже безупречно. А дальше уже детали, чуть ресницы, румян, кому что надо. Поэтому попробуйте, мой совет, наносить тональный крем не какими-то кистями, спонжами, руками, быстрее, надежнее, практичнее. И самое главное, самое главное, это незаметно. Надеюсь, вам была полезная информация. До новых встреч!